друзья всем привет сегодня хочу рассказать о видео с которым и спрашивают частенько и часто мы сталкиваемся с тем что не до конца есть понимание относительно различных устройств и поговорим мы сегодня именно о стабилизаторе и реле напряжения при этом хочу сразу сказать что мы не будем вникать в тонкости о том принцип работы стабилизатора за счет чего он это напряжение стабилизирует как работает реле напряжения какие у него там релюхи и прочее это не об этом видео моя сейчас задача в общем на обычном бытовом уровне рассказать вам в чем их принципиальная разница и что когда можно зачем и почему использовать так вот пожалуй начнем начнем мы с условных основ у стабилизатора и у реле напряжения по большому счету очень похожие но в стабилизатора задача стабилизировать напряжение то есть это аппарат который может работать при повышенных пониженных напряжениях при этом он выпрямляет это напряжение и техника продолжает работать даже если сильно за какие-то пороги выходит это напряжение опять же от максимальных и минимальных сейчас разговаривать не будем потому что у каждого стабилизатора свои есть допустимые минимальные максимальное напряжение но шесть в том что этот прибор постоянно пропускает через себя ток, напряжение, и постоянно техника работает. У реле напряжения немного по-другому этот принцип работает. Если напряжение выходит за заданные параметры, во многих устройствах эти параметры с завода закладываются, во многих их можно изменять пользователям. Так вот, если за рамки выходит напряжение, то прибор отключает технику. Все, она перестает работать. То есть в одном случае, то до последнего, грубо говоря, стабилизатор будет стабилизировать. У реле напряжения задача одна. Просто защитить, обрубив линию. Как и автомата. У него задача отключить линию в случае аварии. У реле напряжения точно так же. Так вот, казалось бы, почему бы тогда не ставить всегда стабилизаторы? Они же вроде как постоянно работают, и это вроде как удобнее. Но здесь нужно понимать, что стабилизатор, как правило, будет сильно дороже реле напряжения. Если мы возьмем какое-нибудь стандартное реле напряжения, нашего российского производителя примерно плюс-минус они одинаково стоят, это 2, 2,5, 3 тысячи рублей за штуку. Если у вас трехфазная сеть, либо трехфазное реле напряжения вставить, либо три однофазных, это тоже отдельная тема. Итого, в трехфазке это порядка 9 тысяч рублей. Что со стабилизатором? Также можно поставить три стабилизатора на каждую фазу. Можно один трехфазный стабилизатор. Но нужно понимать, что стабилизатор, напряжение, тут никакой рекламы, сайты просто ищу первый попавшийся, стоит, ну вот, минимальный это 16 тысяч рублей, и он на 4,5 киловатта. Это трехфазный. При этом, как правило, в частных домах у вас не 4 киловатта, а в среднем стандартно, по крайней мере, по нашей практике, это 15 киловатт. То есть нужно искать что-то на 15 киловатт. Давайте посмотрим, там от 30-40 тысяч рублей. И плюс мы видим, что это за бандура. Понятное дело, это только один из, там, тысяч примеров сейчас к бренду, к размеру, к стоимости, не нужно супер придираться. Ну, в среднем температура по больнице, она примерно такая. Это здоровая бандура, которую нужно куда-то поставить. Я ничего не имею против стабилизаторов. Нужно понимать, что у реле напряжения, у стабилизатора разные задачи, разные стоимости, разные реализации. И реле напряжения в наших проектах мы ставим всегда. Потому что, с точки зрения электрощита, это оборудование, которое ставится в электрощите. И оно обязано быть там. Это наш подход, мы лично так считаем. Поставить ли стабилизатор, другой вопрос. Каждый пользователь выбирает сам. Но при этом, даже если мы знаем, что стабилизатор ставится на вводе в дом, мы все равно поставим реле напряжения. Потому что, как я и сказал, электрощит, это изделие, которое состоит из определенных компонентов. И поставить ли на самом деле этот стабилизатор, и что будет там, когда нужна будет профилактика, или его увезут, или его еще не купили, мы не знаем. Поэтому реле напряжения мы ставим всегда. И вот здесь как раз две такие расходящиеся истории получаются. Условно говоря, если вы ставите стабилизатор на весь дом, на мощность всего дома, а мы помним, что это не дешево, и это большая бандура, которую нужно куда-то ставить, и на самом деле хорошие стабилизаторы стоят не 30, а там вот 200, 300 тысяч на самом деле рублей. Вполне такая цена у них может быть. То да, стабилизирование будет происходить по всем линиям. А реле напряжения это последний порог защиты, если вдруг встроенная защита в стабилизатор не поможет. Но это одна история. Вторая история, это частенько, которую мы слышим, а давайте мы поставим стабилизатор вот на какой-то там телевизор, грубо говоря, или на холодильник. Но нужно понимать, понятное дело, что каждый делает по-своему и по-разному, но если делать, на мой взгляд, правильно, а щит современный не должен быть без защиты по минимальному и по максимальному напряжению, иначе это просто одной защиты в вашем щите нет. Нужно оно вам или нет, другой вопрос, мы, например, не делаем без них. Так вот, если у вас стоит реле напряжения, оно всегда, как правило, ставится на вводе для защиты абсолютно всех линий, то ставить стабилизатор на какую-то отдельную линию, воткнут, например, в розетку, ну, все видели, на даче часто ставят небольшие стабилизаторы под телевизор, под котел какой-нибудь или под холодильник. Вот в случае с установкой реле напряжения это абсолютно бессмысленная затея. Потому что, да, стабилизатор стабилизировало бы напряжение Е, если бы оно было бы там 140 или 300 вольт. Другая вся техника, правда, у вас погорела бы, ну, нужно, видимо, телевизоры защитить. Но, условно, поставили. Но если уже стоит на вводе реле напряжения, то оно все равно отключится при этом повышенном или пониженном напряжении. И смысла ставить стабилизатор абсолютно никакого нет. Он не будет стабилизировать, он не будет выпрямлять это напряжение, потому что реле напряжения на вводе, оно уже отключит линию. Мы лично считаем, что ставить реле напряжения просто это аксиома, его надо ставить. И многие с нами согласятся, по крайней мере наши коллеги точно, которых мы знаем, которые также примерно такой же подход, как у нас. Конечно, всегда будут те, кто реле напряжения не нужно, УЗО типа А не нужно, вообще УЗО не нужно, они ложно срабатывают и прочее. То есть всегда будут противники современного качественно надежного подхода. Здесь опять же выбирать вам, но главное, что, я надеюсь, я объяснил, что стабилизатор это одно устройство для определенных своих задач, с определенными там каким-то минусами и плюсами, с габаритами, со стоимостью. Реле напряжения это совсем другая стоимость, как правило, вставится в электрощите, не занимает места и все равно обеспечивает защиту. Самое ведь главное это защита. Все остальное это, конечно, удобно, но это второстепенно, чтобы не отключалась у вас нагрузка. Если уж вы хотите сделать прям топ по красоте, то нужно вставить стабилизатор на вводе в дом. И тогда у вас всегда будет стабилизированное питание. Разумеется, нужно понимать, что стабилизатор это не волшебник. И с 90 вольт 230 он вам, ну, вряд ли сделает. И с 400 он также вряд ли вам сделает 230. Поэтому это все равно до определенных порогов. Вот, например, какой-нибудь просто, опять же, я не специалист в стабилизаторах. У нас электрощиты, мы ими занимаемся. Это иногда тоже спрашивают, а какой стабилизатор выбрать, а какой генератор выбрать. Но это то же самое, что вам советовать, какой холодильник выбрать или кондиционер. Это отдельное устройство. И есть отдельные специалисты, которые занимаются стабилизаторами, холодильниками, генераторами, приточными системами вентиляции и прочим. Поэтому сейчас я просто первый попавшийся беру. И вот мы смотрим, что максимальное входное напряжение 260 у него, по крайней мере, вот по характеристикам написано. Минимальное входное напряжение 140. То есть, скорее всего, выйдя за эти пороги, внутри самого стабилизатора сработает защита. Ралейная защита. И он отключится. Да, у ралейной напряжения, как правило, пороги чуть меньше. То есть, например, мы 255 вверх не ставим и 185 в нижний. Опять же, есть, понятное дело, ГОСТ. Стандарта напряжения плюс-минус 10% от стандарта, это 230 вольт. Тем не менее, все мы знаем, где мы живем и что у нас с сетью происходит. Поэтому не всегда это гастированное значение, оно реально имеет место быть. И поэтому немного мы его расширяем. При этом всегда вручную его можно поправить. В общем-то, стабилизатор тоже, как я говорил, не волшебник. У него есть определенные пороги. Но так или иначе, если ралей напряжения отключится в выставленных определенных порогах, которые можно и меньше задать, то стабилизатор будет пытаться это напряжение стабилизировать. И техника будет работать. В общем, вот она принципиальная разница. Опять же, о мощностях, о напряжении, о фазности, о размерах, о весе, типах самого трансформатора, стабилизатора и прочее. Сейчас мы не говорим. Моя была задача рассказать, в чем принципиальная разница между ралей напряжения и стабилизатором. Надеюсь, я это объяснил. Напишите в комментарии, донес ли я эту мысль, по крайней мере, которую я хотел донести. Буду вам благодарен. Если хотите качественный, современный, хороший, надежный электрофит, то пишите, звоните. Обязательно спроектируем и соберем. Всем спасибо за внимание. Берегите себя, своих близких и свою жизнь. Всем до связи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok